На пресс-конференции было отмечено, что не все прошло гладко. В ходе голосования 4 октября и во время голосования вне помещения 3 октября были зафиксированы ряд нарушений. Несмотря на то, что все наблюдатели имели полное право наблюдать без ограничений, были угрозы жизни и безопасности для наблюдателей от представителей политических партий. Вели себя агрессивно. По всем нарушениям были составлены заявления и переданы в соответствующие органы, сказал директор ассоциации Тазашайло. В городе Аше было два случая, когда наши наблюдатели, представители другой политической партии пытались отобрать средства мобильной связи для того, чтобы не допустить фиксацию нарушений. По данным фактам это на УИК 5288 и УИК 5911. По данному факту мы обратились в правоохранительные органы, сейчас ведется разбирательность. На избирательном участке 1228 в городе Бишкек была попытка не допустить наблюдателей без основания. Однако после обращения были допущены. В городе Уош на одном из участковой избирательной комиссии 3 октября избирательная комиссия допустила к голосованию двух человек, которые не подавали заявку. 4 октября при подсчете голосов 45 бюллетеней были недействительными, сказал директор ассоциации и добавил, что после закрытия участков была нарушена процедура подсчета голосов. Могу даже сказать, что был один случай, когда даже нашего наблюдателя попытались подкупить. Просто он, этот наш наблюдатель в один момент снял удостоверение и в этот момент к нему хотели подойти и подкупить. Это так тоже нами было зафиксировано. Но после того, как он увидел, что это наблюдатель, конечно, такой, я не знаю, этот человек, он просто удалился. В том числе было сказано, что был проведен гендерный мониторинг. Было важно проанализировать, обеспечиваются ли субъектами избирательных процессов и, в частности, политическими партиями равные права и равные возможности для мужчин и женщин, отметила директор общественного объединения Агентства социальных технологий. Несколько партий, в их числе Атамикен, Республика, Реформа, Бирбол и Социал-демократы отнесены нами к гендерно-чувствительным партиям, потому что в их программах выделяются специально отдельные вопросы борьбы с гендерной дискриминацией, семейным насилием, ставятся задачи по увеличению представленности женщин в политических органах, на уровне принятия решений и так далее. Также в ходе конференции обозначили технические проблемы. Выходили из строя автоматически считывающие урны и системы идентификации. Оборудование по идентификации выходило из строя 14 раз. Сбой автоматической считывающей урны – 12 случаев. Проблемы с сервером – 3 случая.